Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трёх каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео Ютуб не пропускает, поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходьте на Дзен и смотрите, собственно, на нём. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте снова проходит конкурс, в котором вы можете бесплатно поучаствовать. Абсолютно никаких денег с вас не требуется. Всё бесплатно, халявно. Если любите халяву, залетайте, участвуйте. Ссылка есть в описании под этим роликом. Также, если вдруг кто по ссылкам не переходит, вот вам название. Собственно, вчера мы выбрали победителем предыдущего конкурса. Определили с помощью рандома на калаш сланец. Сегодня уже разыгрываем другой скин. Тоже, кстати говоря, калаш, только скин другой. И также с четырьмя наклейками. Прям так повезло урвать на торговой площадке. Собственно, залетайте, участвуйте. Повторюсь, опять же, всё бесплатно. Народу участвует довольно-таки мало. По этой причине у вас очень большие шансы победить. Я всем желаю удачи. Всем желаю приятного просмотра. Всё. Всех обнял. В этом видеоролике хочу сделать обзорчик на довольно-таки удивительный вкус. И новиночку от бренда «Московский картофель». Рифлёные. Вкус у нас удивительный. Селёдка под шубой. Селёдка под шубой, если не ошибаюсь, салатик. Если не ошибаюсь, русский салатик, который вроде как... Не знаю, на Новый год делается, не на Новый год. Я не любитель вообще этого салата. Я не люблю этот салат. Я его не ем. Я его никогда не ел. Да, я помню вот эти вот штучки, когда мама закидывает в кастрюлю картошку. Вот эту как... Как она называется? Свёклу или свеклу. И макароны с яйцами. Да-да-да, я помню эту картину. Собственно, сейчас мы попробуем чипсы с таким вкусом. Опять же, повторюсь, я не смогу точно вам ответить, похоже, не похоже на салатик, вкус этих чипсов. Но постараюсь передать, на что похоже. Сказать вообще, чувствуется, что здесь чувствуется, что за вкус и так далее. Картофель 100% чипсы, точнее тут имеется в виду, и 100% натурального картофеля. С 1963 года московский картофель. Покупал я эти чипсы в магазине Магнит. Стоит 100 рублей. 130 грамм здесь упаковка. Вот, пожалуйста, 130 грамм. Не так видно, нет. Задняя часть упаковки. Вот такая вот она. Яркий вкус, яркие эмоции. Настоящий картофель, настоящая любовь. Самая лучшая только для тебя. Не знаю, кстати, насколько давно вышел этот вкус. Есть ли на него обзоры. А, 1 декабря. Был сделан. Дата изготовления здесь написана. Сейчас у нас 26 декабря, если что. В общем-то, лично для себя вкус новый. Однозначно этих чипсов. Из российского картофеля. Яркие, насыщенные вкусы. Без ГМО. Вкус чипсов селедка под шубой. В целом на рынке, если не ошибаюсь, нету вообще. Есть со вкусом оливье. Твистер. От этой же компании, московский картофель. Просто бренд-то. Они владеют твистер брендом. Пятерочки можно купить. И обзор на канале можно посмотреть, если вдруг кому интересно. Я даже могу показать. Сейчас, в принципе, покажу. И едем пробовать эти чипсы. А, не хочет мне Дзен находить этот ролик. А вот он, все-таки нашел. Салат оливье. Превьюшка. Название. Не знаю точно. Появляется может только к Новому году этот вкус. Или был он к Новому году. Я давно уже в пятерку не заходил. Я сделал обзор и забил, в принципе, на этот. Так, давайте смотреть. Ладно, поехали. Репленые чипсы. Опять повторюсь. Ух, как они мерзко пахнут. Такой прям кислый какой-то запах, скажем так. Но, Саша, воротит. Жесть. Как будто какой-то сыр, что ли. Блин, есть такое ощущение какое-то. Сто процентов вкус какой-то такой сливочный. Вкус какого-то сыра. Очень хорошо чувствуется. Ненавижу сыр и что-то такое сливочное. Есть такое ощущение сметаны с луком вкуса. Вот этих вот приправ. Вот этого вкуса селедка под шубой. Очень вкус прям насыщенный такой. Дофига прям приправ. Нафига чили. В принципе, московский картофель. Сколько видео не снимал. Я, наверное, почти в каждом говорил об этом, что очень много приправ используется. Очень много. Очень много соли. Это даже до жути противно становится. Тот же московский картофель с сметаной и лук. Ну, поэтому по этим чипсам я, в принципе, вам уже сказал. Вкус какой-то такой сливочный. Опять же, повторюсь, селедка под шубой я не пробовал. Я не знаю. Есть схожесть или нет? Не люблю я этот салат. Ненавижу. Ну, как сказать ненавижу. Я просто не ем. Еще. Не люблю. А так вкус какой-то такой а-ля еще рыба чувствуется какая-то. Вкус сливочный. Ну, еще. Все, что могу сказать. Вкус такого сыра, что-то такого сливочного. Масла что-то типа того. Как раз таки то, что я не люблю особо. Вот такой вот вкус. В принципе, я тот подобный подозревал, что эти чипсы я есть не буду. Не знаю, доем я их или нет. Или отдам вообще кому-нибудь на улице. Шутка. Не знаю. Но ожидание, в принципе, мое оправдалось. Оценочка, в принципе, для любителей таких вкусов, наверное, пойдет. Для меня лично нет. Для любителей есть оценивать 5 из 5. Для них оценка. В принципе, ну, я бы не сказал прям, что какой-то новый вкус. Что-то типа с сыром похожее на самом деле. Опять же, сыр, сырные чипсы я не люблю. Я не ем сыр. И все. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok